Экспресс-тест на коронавирус, який покажет наявность антитела, зараз можно заработать в любой поликлинице Гомеля. На первые дни тест-системы снова поступили в Центральную городскую поликлинику, откуда их размирковали по других установкам. Подробности в следующем репортаже. Процедура забора крови для платного экспресс-тестирования оказалась настолько запотребованной, что первая тысяча тестов у Гомельской центральной городской поликлинице закончилась почти 4 дней. Это позволило вызначить опыт насильства, отпрацовать методологию доследований и интерпретацию выника в анализу. Для зручности пациентов и ка пазбегнуть чергау, другую парту тестов направили во все филиалы и поликлиники областного центра. Рыхтоваться до процедуры и записываться не треба. Достатково пройсти с пашпортом и оплатить послугу у кассе. Выник можно будет отримать просутки, а после этого проконсультоваться с урачом. Отработана логистика, организована медицинская помощь, платные услуги, таким образом, чтобы пациентов было удобно и комфортно проходить. В нашем учреждении на первом этаже сосредоточена и касса, консультация администратора, забор крови, после тестовое консультирование врачом. Хочу заметить, что каждый пациент может этим воспользоваться. Если результат теста не совсем понятен, доктор поясняет результаты, рассказывает, что нужно делать и как к этому относиться. Для граждан Беларуси процедура каштует 18 рублей 13 копеек, для замежных 39 рублей 70 копеек. У поликлиницы по улице Юбилейной 7А пациента упрымают с 8 до 19 годин в будние дни. Сёня тут за 7 годин послугой скорысталась около 120 человек. У поликлиниках по месту жахарства всю информацию докладняется у регистратуры. По словах урачов, мотивация, уже дающих сдать тест, розная. Хтости сбираются за мяжу, хтости хоча доведаться об иммунитете. Про это специалисты нагадывают, что антителы до коронавирусной инфекции выпрацовываются не во всех хворых на вирус. Если человек переболел, это понимать, сформировался ли иммунитет. В достаточном количестве наработались иммуноглобулины М или G, что позволяет понимать, что у тебя всё-таки есть иммунитет. По различным публикациям замечено, что 8% населения только имеют стойкий продолжительный иммунитет. И чаще это люди старше 60 лет, которые тяжело перенесли эту инфекцию. Есть пациенты, которые, столкнувшись даже с инфекцией, показывают отрицательное тестирование. То есть это говорит о том, что вирусная нагрузка была невелика, и, скорее всего, иммуноответ пошел не по пути борьбы с наработкой антител, а через интерфероны. По мере расходования экспресс-тестов у поликлиники Гомеля будут подвозить новые парты. Пройти платную процедуру так само можно во всех центральных районных шпиталях в области, а так само и в Мазырской центральной городской поликлинице.